здравствуйте дорогие мои подписчики и гости моего канала здесь всех вас приветствую я яна гюрер и сейчас будет онлайн расклад одна позиция общая тема и она будет называться так что он сейчас думает обо мне давайте будем смотреть буду гадать на тару белых кошек загадывайте любимого человека итак что он сейчас думает о вас на данный момент давайте посмотрим что он сейчас о вас думает он вас очень сильно желает желает сексуально желает вас покорить он хочет вам доказать свою значимость он вам вообще хочет доказать что он единственный мужчина вот прям с большой буквы которые у вас был во всей вашей жизни что все остальные мужчины это не в счет вы не можете его забыть и вы не должны его забывать что он один из лучших он вам хочет это доказать он хочет вам тоже это показать что он герой что он лидер что он красавчик что таких мужчин не забывают их просто убивают наверное шучу так кстати он вас очень сильно хочет сексуально я не знаю как вы там к нему относитесь но он вас очень сильно хочет что сейчас думает о вас да здесь такой мужчина знаете женщины видавший достаточно очень любит себя такой плазантный мужчина герой такой красавчик такой я не знаю что подтянутая тело бывший спортсмен бывший там я не знаю герой да столько заслуг у него в комнате может быть одни кубки и медали звание может быть несколько высших образований то есть мужчина такой сам себя любит с холит и лелеет купается по несколько раз в день одежда не одежда туфли не туфли там я не знаю брюки не брюки за собой так смотрит я я должна и думаю что многие из вас так собой не смотрит сколько он постоянный лид какой там подбритый парикмахерская постоянно там мастера его знают он приходит на машине приезжает если него машина он за за ней так следит прям вот как за собой машина вся упакованная всегда чистенькая красивая там чуть ли не последний модель вечно там все мастера его тоже знают автослесари то есть ну здесь мужчина себя любит себя любит еще знаете у кого-то проиграется даже то что я сейчас скажу а многим будет смешно но извините я должна говорить может быть он и андрологов тоже многих знает потому что в свое время гулявший направо налево у него были мужские проблемы и он обращался к врачам за лечением поэтому его андрологи тоже знают что он думает о вас о вас что он думает но вот смотрите он думает что вы его зеркалите вообще что вы его показываете что он вам вообще не нужен что вас только поклонников чтобы не одинокая вы такая же красивая шикарная женщина но ему до сих пор не простили его до незаслуженные вот эти обиды ваш адрес где он вел себя непристойно просто потому что он постоянно вам что-то доказывал а вам не доказательства нужны были вы вы хотели внимание любви а он вам чудо нам просто постоянно пытался доказать и ставил вас него что так знаете как будто вы вот в одну шеренгу в один список со всеми а вас это очень сильно как дразнило ну как это так я же не такая как все почему он меня со всеми но потому что вот он такой он такой что он думает сейчас о вас да он думает о том как мне эти отношения уже надоели эти тяжелые я и бросить не могу и тащить нужно вот это вот все и ей тоже самое тяжело она вообще такая женщина она не любит и не ищет легких путей она на себя всю жизнь взваливает такую большую ответственность ношу и тащит он видит вас как трудолюбивую кстати которая не боится ни работы ничего не боится очень сильно вы кстати сильнее по характеру чему он психологически я бы сказал слабый у него понты 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 какие-то и вот это вот пыль может быть которым там бросай как мишуру какой он такой вот прям великий на самом деле может быть может быть я не знаю из себя ничего не представляет вот есть его раздеть он голый страшный а если оденется машина рядом то глядишь уже и принц понимаете что он думает о вас сейчас ну что вы работаете деньги зарабатываете с утра до вечера как ложь сломывая на одной работе потом на второй работе вы профессионалы растете вверх работы не боитесь опять же да наше тяжелое время зарабатываете деньги кстати он тоже зарабатывают деньги как он их зарабатывать пока сказать не могу вы как-то честным путем хочется сказать а он не знаю что он думает о вас но жрица ух ведьма да но он думает что вы такая у вас очень сильная интуиция вы его вообще тайная женщина вас он никому не рассказывает и вы единственная которая который он забыть не может а он сам не значуяю чего я постоянно не думаю не знаю что-то в голову лезет постоянно ух ведьма наверное копается у меня там в мыслях не отпускает меня приворот наверное на меня сделала или сексуальную привязку я тут ее сразу хочу прям сходу не знаю но вот у нас вот так вот чувствует потому что у него иногда бывают такие просветления в голове как молниеносная какая-то мысль о вас и он думает а че ты они сейчас подумал я последнее время что-то часто не думаем к чему бы это к дождю или к смене погоды нет наверное все таки она меня приворот на меня сделал привязала меня к себе а вот блин все женщины одинаковые да но как то так а может быть действительно вы практик я же не знаю я же кстати практике меня тоже смотрят может быть у практики он знает что вы на картах таро гадаете например дали эзотерика занимаетесь оккультными науками магией темной колобищенской хорошо что она вас думает еще у хитрит она а хитрит хитрит то как а из-под тишка за мной наблюдает из-под тишка за мной мной тут управляет вот я попался точно понимаете потому что вот это он видите голова такая и вы такая маленькая беленькая и пушистая с такими маленькими пушистыми лапками открывающему пасти закрывающие и знак восьмерки в знак бесконечности у вас над головой как нимф такой знаете вы над ним потому что бесконечно имеете власть и умеете им управлять так вот он и поэтому говорит на что почему я ее так хочу постоянно ух надо мной власть она имеет наверное точно меня что-то сделала вот точно на меня что-то сделала а прикидывалась такая паенька что она вас думает мужик попал короче что вы жесткая да вы жесткая вам сейчас палец в ротник не клади и откусите по локоть он вас видит чтобы у него по судьбе кстати он сейчас находится в таких жестких энергиях может быть мужчина имеет какое-то отношение к юриспруденции работа с металлом работа в медицине или там где техника электроника компьютер электричество очень умный логик практику поэтому и понять не может чуя к ней так привязан у меня никогда такому не никогда женщине такого не было это какое-то ненормальное вот это вот состояние почему я постоянно о ней думаю почему я только ее сексуально хочу никаких других женщин не хочу а ее хочу чё-то здесь не то а давайте посмотрим сейчас вопрос будет да не по теме а действительно потому что я вижу что вы на вообще на него забили вам сейчас вообще не нужен вы работы занимаете вы деньги зарабатываете а вот не интересно почему тогда вот вы друг другу как бы так отпустили да не вы за него не держитесь да в принципе он тоже не держится он просто тянется к вам а почему почему к вам тянется еще так а почему то да он любит вас по какой причине это он вас любит а еще еще вот смотрите почему к вам тянется потому что потому что он нас любит и у него тоже разбито сердце и он прекрасно понимает что он вам тоже разбил сердце а по какой причине потому что вы его воспитывали вы были его для него неким учителем вы пришли в его жизнь кармические чтобы его перевоспитать чтобы его научить чтоб с ним взаимодействовать но только сейчас это понял вы можете быть с этим человеком из разных стран разные вероисповедания разные страны и города что там работу у каждого из вас там тоже разная он может быть вас моложе может быть я не знаю он мусульманина вы христианка да ну вот разные понимаете разные вы разные и вы пришли вместе для того чтоб его перевоспитать а он не хотел перевоспитываться он вел себя и считал что я правильно себя как мужчина веду а это не так неправильно он себя вел а почему зачем дали нам первое воспитание что они с ним было не так для чего дали еще для чего дали перед перевоспитывать а еще а еще он должен был научиться уважать женщину у него этого не было он к женщинам ответа относился практически ко всем потребительски знаете как ну покушал и бумажку выкинул или туфли одел поносил и туфли выкинул как вещи какой-то относился знаете выкидывал женщин вот так вот нет уважения ни к женщинам вообще то есть да вот такое отношение потребительское было поэтому вас дали а вы умеете воспитывать потому что вы очень одухотворенная очень мудрая мудрая целомудренная из хорошего может быть та же хочет сказать бога угодного рода что ли я не знаю как это назвать-то из семьи такой знаете из семьи древнего рода где жили священнослужители жили люди такие знаете как я не как это когда с поколение поколение в поколение поколение идет родовая ветка и там если копнуть назад на несколько поколений 10 поколений там кто-то может быть из князей каких-то родовых вот понимаете и к вам нельзя по отношению к вам так вести себя нельзя а он себя так вел к вам потому что знаете но вот он я же говорю потребительский относился к женщинам а вы очень женщина самодостаточная вы никогда не пусть и не допустите чтобы об вас вытирали ноги вы не с такой категории женщин у вас что-то княжеское знаете как родословные очень мощная сильная защита сильная понимаете мощная сила защиты и вы сами зарабатываете деньги вы несчастная бедная какая-то подойти христа ради нет и что-то от вас идет такой божественный я пока не могу понять вы или с иконами спите или у вас церковь рядом или вы молитесь постоянно богу или у вас такой мой рот намоленный и у вас подождите еще жрица же выходил может быть вы действительно обладаете каким-то экстрасенсорными способностями передающийся породу только я могу сказать что вы светло идете вы не темная вы светло идете четко светлые вам дар передан передан по светлой линии по божественной линии по информацию получать от ангелов хранителей от высшей силы светлые понимаете поэтому судьба могу сказать у вашего рода очень где-то та же трагичная все там было если вас послушать если вы начнете рассказывать свою историю у меня волосы дыбом станут я тоже в такой никогда и не слышала понимать это что вы можете рассказать правда историю вашего рода у меня волосы дыбом станут и вы сами по себе женщин такая знаете благородных кровей может быть голубых кровей не знаю но какие-то вот благородных кровей мне хочется сказать которая сама и работает и зарабатывает и учится и вверх поднимается и в жизни много всего повидала и вот такой попался который по тебе будет ездить к тракторам сейчас милые разбежался на мне ты споткнулся штаны и что и получилось потому что с вами нельзя как со всеми вы знаете женщина с уже есть разные проститутки да за одну ночь заплатил сделал делай давай до свидания а вы так из той категории как это здрасте это чё это сейчас я тут тебе покажу ты меня со всеми что ли с этой в эту кучу понимаете это как-то я пример привела это как-то вот так выглядит понимаете как-то вот так выглядит и высшая сила сверху тоже видит его отношение к вам и который говорит не не милый ты чё тут вообще у нас разошелся и знаете вот последнее время этот человек был поздно засыпает вы можете проверить посмотрите он или в интернете соц сетях он поздно засыпает где-то может в два в три часа ночи может быть тоже под утро а у него про проблема бессонницы я не удивлюсь если мужчина пьет какие-то может быть таблетки снотворное потому что мозги не отключается у него он по кунта страхе постоянно живет не может это страх преодолеть а потому что сила наказывают его так знаете да наказывает его перевоспитывает его чтобы женщина меня обращаться как скотина и понимаете женщина это женщина любую женщину до уважать даже если она проститутка знаете проститутки тоже не становится от хорошей жизни а он много чего не понимает еще а могут чего еще Ну, я не знаю, если вы с ним близки, да? У него может болеть сердце. Действительно, у него какие-то сердечные проблемы. То есть, в прямом смысле, по здоровью. Сосудами, сердцем там, да? С артериальным давлением. Что-то такое есть проблемы у него. Не у всех, но у кого-то проигрывается. Так, что он сейчас думает о вас? Он хочет, чтобы вы вернулись в его жизнь? Ну, как бы, да? Были с ним или нет? Еще. Да, конечно, он хочет. Он хочет, терпеливо ждет. Вы как дам и пентакливая здесь? Женщина в заработках, самостоятельная, трудолюбивая. Так, хорошо. Он хочет, окей. А в качестве кого он хочет, чтобы вы к нему вернулись? В качестве кого он хочет, чтобы вы к нему привернулись? Иерафант. Ну, он хочет с вами или на вас жениться? Или если вы его уже жена, то в качестве супруги, чтобы вы к нему вернулись? Здесь та же мужчина, кто-то, да, вот проигрывается, хочет венчание с вами. Потому что он считает, если мы еще поменчаемся, то вообще укрепим свой союз. Правильно, кстати, хочет. Действительно, если у вас будет венчание, не отказывайтесь, делайте венчание, то я могу сказать, что это еще больше укрепит ваш союз. Это правда, укрепит ваш союз. Поэтому подумайте, чтобы венчаться со своим супругом. Это хорошее дело, правда. Вас высшие силы к этому и толкают, чтобы вы сделали венчание. Для всех остальных его ведут к тому, чтобы он от вас женился, кто хочет брака. Если вы не хотите брака с этим человеком, вас просто хотят свести, как одну пару, как одну половинку, чтобы вы вместе взаимодействовали. Потому что вы очень идеально ему подходите. Ну еще бы, дама пентакливая. Что ему еще? Я не знаю, как Христов за пазухи будет? Дома чисто, комфортно, все постирано, наглажено, обед приготовлено. Что еще мужику надо, да? Прекрасно можно встретить старости, можно сказать. Отлично, он хочет с вами серьезных отношений. Тоже хорошо. Так. А у него выветрилось вот это вот, так скажем, да, из головы. Гулянки всякие на сторону. То, что он раньше, да, шлялся где-то по бабам. Он уже изменился или нет в этом плане? Еще? Он сейчас в изменениях, кстати, находится. Да, он уже переходит этот рубеж. Ему вот эти гулянки раньше, где он с легкостью гулял, там, шлялся и все остальное, выбирал девок. Это уже уходит на второй план. Мужчина меняется. Взрослеет девочки, взрослеет, стареет, наверное, да? Умом уже понимает, что, ну, сколько можно, не мальчик, пойди, наверное, уже. Надо уже как-то о серьезном думать. Поэтому нет, уже нет. Уже девочки все остались позади. Нагулялся наш уже здесь мужчинка. Нагулялся. Меняется в лучшую сторону. Энергии такие. И уже не хочет гулять. Отлично. Можете ли вы с ним действительно построить серьезные отношения? Шанс для этого есть? Еще. Слушайте, но он без вас никак. Да, он может построить серьезные отношения. Но без вас никак. Слушайте, он без вас пропадет. Он без вас пропадет. Так интересно. А что, высшая сила больше никого не могла найти? Только вас, что ли, для него? Ладно, хорошо. Это ему так, можно сказать, да? Посчастливилось вас найти. А вам-то зачем это нужно было? А ну-ка, покажите мне, пожалуйста. Вам, девочки. Вам зачем это нужно было? Быть такой воспитательницей для этого плохого мальчика. Вот зачем высшая сила вас так наказывает? Еще. 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 Ну, потому что вы одна из лучших. На эту роль больше никто не подошел бы. Вы императрица. Вы очень мудрая. Только императрица может из мужика сделать мужика. Понимаете? Потому что вам дано это. По природе своей. Вы это заработали. Быть императрицей. На что я всегда это говорю? На что, каждая вторая императрица, что ли? Так же, как императора, так легко найти наше время? Нет, конечно. Поэтому на эту роль не все подходят. Вы подходите. И тем более, еще знаете? Давайте я скажу, как еще здесь вижу. Такое ощущение, как будто именно от него вы должны забеременеть и родить детей. Ну, давайте я еще подтвержу, что с самого начала я говорила, да? Что у него с жезлом очень все хорошо. Помните, я говорила, что его андрологи очень хорошо знают? Ну, у него жезл там на первом месте, да? Он там хороший, он. Такое ощущение, что если вы ни от кого не могли забеременеть, а от него точно забеременеете. Вот так прям как-то. Судьба прям дала вам такого мужчину, чтобы вы от него родили. Да. Не знаю. Ну, вот как-то так. Я не могу это толком еще и объяснить. Но я вот так это чувствую. Вам не любой мужчина подходит, девочки. Императрица моя. Ну, не любой здесь мужчина вам вообще подходит. У вас что, в жизни мало было мужчин? Достаточно, правильно? У кого-то достаточно. То есть, ну, были, да. У кого-то с кем-то что-то получилось? Нет, не получилось, правильно? Вот. А вот с этим вот должно вот так вот получиться, с горе пополам. Но должно получиться, потому что высшая сила вам его дала. Вы должны от него детей иметь, например, да? Вы должны быть его женой, например. Ну, и потому что все об этом говорит. Вы же себя сделали, так вы его должны сделать, как мужчину. А кто будет его еще формировать? Не проститутки же, правильно? Только императрица. Еще. Ой, господи, как все сложно в этом мире, а? Ладно, давайте посмотрим. У вас до конца 2020 года все наладится в отношении? Еще. Ой, еще. Как-то тяжело, знаете, у вас что-то налаживается все. Очень тяжело. Вы прям не стремитесь с ним помириться, девочки. Вот не стремитесь. Потому что вы его как облупленного знаете уже, знаете. Вот как-то не стремитесь. Многие прям как будто говорят, ой, не, не надо. Не надо, господи, не надо, не хочу. Пусть высшие силы заберут назад. Все, не видеть, не слышать, не хочу. Вообще знать его, не хочу. Пусть не появляется. У меня в печенках сидит уже. Не хочу, пусть я всю жизнь буду одна. И у меня, смотрите, на дне колоды карта справедливости. Видите? Или вы действительно в браке с этим человеком? Значит, все останется так, как есть сейчас. Вот что происходит до конца 2020 года. Или же должно все по справедливости у вас решиться с этим человеком? И вы должны прийти к браку. Вы понимаете? Но очень медленно. Очень-очень медленно. Почему, почему так, почему, я не знаю. Почему нету счастья? Ну, почему так все плохо, медленно? Почему? Ну, потому что уже устали от руганий. Потому что вы уже не, вы уже его видеть не можете. Вам уже, у вас уже аллергия на него, понимаете? Вы когда вспоминаете, что он должен появиться, он написать. У вас уже аллергия. Вы уже чесаться начинаете. Вы уже там, я не знаю, уже готовитесь, да? Что сейчас он придет, я ему сейчас устрою. У вас столько претензий. У вас столько боли к нему. Вам столько высказаться хочется. Вам столько есть, что ему сказать. У вас столько боли к этому мужчине, что он... Я не знаю, просто там, здесь у женщины столько наболевшего. Столько наболевшего. Знаете, такое ощущение, как будто он вас растоптал. У вас уничтожил, как женщину, да? Вы тоже, чтобы доказать, что вы лучшее, благодаря ему вверх поднимаетесь. Работаете, деньги зарабатываете, планы строите. Чтобы ему доказать, какой он паразит мог вас променять. Мог с вами так поступить. Понимаете? Ой, кошмар. Нет, вы его так легко не пустите. Окей, ладно, все, я поняла, хорошо. Много боли здесь у женщины. Эти женщины страдали в одиночку, наплакались, наревелась, поднялась с колен. Хорошо, ладно. Так, ну что еще спросить-то? Ну, я не хочу так оставлять эту тему. Вы все равно в итоге, высшая сила, что говорит вам? Высшая сила, что вам говорит в итоге? Высшая сила говорит, вы все равно будете вместе. Отлично. Спасибо большое. Это просто вот к концу, прям как штамп. На тебе еще называется. Что еще высшая сила хочет вам сказать? Что еще высшая сила хочет сказать? Ой, господи. Вы все равно будете вместе. В итоге высшая сила вас не отпустит. Что вы там думаете? Что вы там страдаете, плачете? Наверное, вы правильно проходите эти уроки. Так, значит, должно быть. Но по итогу вы все равно воскресите эти отношения. Ваши отношения будут проходить тихо, плавно, медленно, неторопливо. Вы придете к любви, взаимной любви. И кто-то кому-то приедет. Будет наводить мосты. Или он к вам приедет, или вы к нему приедете. Движение будет. Если сейчас остановка и большая пауза, то движение будет. Потому что этим движением будет управлять любовь. Любовь с двух сторон. И с вашей стороны, и с его стороны. Вот такой был расклад. Пишите в комментариях. Подписывайтесь на мой канал. У меня каждый день выходят ролики. Будем смотреть вашего мужчину. Вас тоже. Я вам всем желаю счастья, удачи. Пусть у вас будет в жизни все хорошо. И до скорых встреч. Спасибо. Спасибо.